Центральный союз профсоюзов Эстонии Какие меры можно предпринять здесь? Самое важное, что все-таки сохранить у людей здоровье, смотреть, как эти гарантии работают, кто платит за то, что люди могут сидеть дома и не могут работать. Это самое главное. В начале года мы тоже должны заниматься, что происходит в экономике после того, как уже неделя почти все закрыто. И действительно в этой неделе мы сидели вместе с работателями, с правительством в кассе-предработице и выработали систему, как касса-предработица будет поддерживать людей в ситуации, когда у них нет работы, чтобы действительно рабочие договора остались на месте. Есть шанс, что через 2-3 месяца все-таки экономика будет работать дальше, как раньше. И поэтому надо сохранить эти рабочие договора. Поэтому сегодня утром у нас есть уже ясность, что действительно такая система будет через касса-предработицы. Мы будем покрыть 7-10% от заплат людей, которые, скажем, не могут сегодня работать из-за того, что они или в карантине, или из-за того, что, скажем, корабли, или судно не ходят в сторону рельсинга, или там газеты не могут работать, как раньше, или там гостиницы не работают. Чтобы действительно люди не чувствовали так сильно эту ситуацию, и чтобы, скажем, трудовые договора остались в седе. Все ли ваши пожелания были учтены, в полной ли мере удалось договориться? Конечно, тут мы собирали резервы в кассы. Почти миллиард евро у нас есть. И мы решили вместе, что мы можем тратить на эти методы, первые методы, скажем, 250 миллионов. Так что мы очень надеемся, что это помогает фирмам и тоже людям. Но, конечно, это недостаточно, но больше мы тратить в данный момент не можем. И с этого мы должны тоже делать какие-то компромиссии, кто точно получает, кто не получает. Вот, кстати, здесь большой вопрос, который бы хотелось бы прояснить. Кто получает, а кто не получает? В первую очередь это касается наемных работников и больших фирм. Или мелкие фирмы, или мелкие предприниматели, которые, возможно, работают или вдвоем, или сами на себя, тоже могут рассчитывать на какую-то компенсацию? Мы начинали говорить об этом, что действительно, может, только какие-то сектора будут получить эту поддержку. Но потом мы поняли, что это невозможно таким окружем определить. Сегодня действительно это работает для всех, которые, скажем, потеряли работу по 30%, или там это объем, или там люди остались дома, 30% людей остались дома. Вот такие, скажем, критерии будут. Но это правительство обсуждает это завтра утром еще раз. И вот так после этого уже, так как мы можем сказать, что действительно система есть и действует. А к какому выводу сейчас приходят работодатели? Отправлять людей в неоплачиваемый отпуск, сокращать? Как это оформляется юридически? Мы видели, что уже в пятницу, в прошлой неделе, они начинали подумать, как поступать. Еще очень многие готовы к тому, что уже это понедельник, они начинают сократить людей. Сказали, что, пожалуйста, у нас есть деньги, мы будем поддерживать работодателей. Подождите, не надо так быстро это решать, потому что у нас действительно ситуация меняется все время. Теперь есть два варианта, или действительно они просто уменьшают зарплату. Есть у нас параграф, там, статья в законе, 37-е. Тут мы делаем систему, чтобы работодатели даже не должны уменьшить зарплату. Но самое главное, чтобы мы обеспечили, что почти все рабочие все-таки получают минимум 7-10% от того, как они раньше получили. Или возможно, что у работодателя есть еще дополнительные деньги, тогда возможно, что они останутся на 100%, на зарплату 100%. И тогда уже у них тоже, как бы, жизнь легче, они могут покупать вещи, когда экономика движется дальше. Правильно ли мы понимаем, что работодатель в одностороннем порядке не может внести какие-то изменения в договор, уволить человека или, скажем, сократить ему зарплату, что этому должны предшествовать какие-то консультации и коллективные переговоры? Это точно, да. Уменьшить просто так невозможно. Должны быть экономические причины. Надо, во-первых, все-таки обсуждать этот вопрос с коллективом. Без того, что есть это, скажем, информирование, консультирование с рабочим, без этого, мы можем сказать, что все эти меры незаконные. Поэтому мы вчера сказали, что сразу начинайте поговорить с людьми, если это уже не сделано. Без этого тоже, скажем, эти деньги, которые идут из кассы безработицы, просто не действуют. Все связано с тем, что действительно этот параграф 37-й или, скажем, 35-й. Все работатели могут сейчас открыть закон и смотреть, что там точно написано. Спасибо большое. У нас на связи был председатель Центрального союза профсоюзов Пеп Петерсон. Продолжение следует...